Шесть лет тому назад, примерно в такой же светлый апрельский денёк, дорогие друзья, я был приглашён в Москву на... Приглашён в Москву, из Москвы. Я был приглашён на премьеру вот этого прекрасного автомобиля. Всё это происходило в дорогом отеле, в самом центре Москвы, рядом с ГУМом, с Кремлём. Угощали, кормили нещадно. Поили, наверняка. Поили, наверное, но я за рулём днём, поэтому это меня не касается. Но тогда, конечно, поло, который был сделан, как обещание Владимиру Владимировичу сделать для россиян автомобиль за 400 тысяч рублей, в принципе, всё это было сделано, хотя, конечно, автомобилей по 400 тысяч никто не видел, потому что это галимая комплектация, а такие машины обычно у нас не покупают. Короче, эти автомобили существовали только на бумаге. Да, и вот в новой ситуации произведён очередной рестайлинг, а новая ситуация обусловлена, конечно, выходом на рынок Весты, да. И, если честно, обозревая автомобиль Волжского автомобильного завода Веста, да, мы постоянно говорили, ну, теперь, наконец-то, придётся несладко и Фольксвагену Поло, и корейцам придётся несладко. Но, честно говоря, проведя за рулём этого автомобиля несколько дней, я понял, что они... Несладко придётся Волжскому автомобильному заводу, ребят. Да, ребята, конечно, немцы и все остальные почувствовали, что идёт на рынок конкурент и достаточно неслабый. Короче, они подготовились. И они подтянули, ребят, потому что они решили сделать следующее. Они при помощи новых двигателей, да, нового оснащения салона серьёзными узлами, да, решили подарить владельцам этого относительно недорогого автомобиля, да, те ощущения, которые, в принципе, сопровождают и владельца, ну, полноценного Вольксвагена, да. Типа Джету или Пассата Б8. Или хотя бы Гольфа. Итак, Вольксваген Поло Седан 2015-2016 модельного года в большом тест-драйве. О! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, друзья мои, понятно, что Поло Седан был сделан специально для рынка России, потому что считается, что у нас люди могут обойтись без гречи, без сосисек, без колбасы, но, блядь, им надо седан вот по зарезу. Без седана вообще никак. Чтобы сзади была отдельная задница. Именно поэтому этого автомобиля в этом кузове не существует за пределами Российской Федерации. Но на что надо обратить прежде всего внимание, это, конечно, оптика, потому что оптика у обычного пола, у прежнего, была убогая. А теперь парни в Вольксвагене вспомнили, что самой красивой оптикой, ну, грубо говоря, массового класса являлись, конечно, до недавнего времени, это фары от Гольфа. Седьмого. От седьмого Гольфа, да, причем использованы лупы и использованы такого типа именно сами лампы, что свет, проходя через эту оптику на дороге, оставляет очень благоприятное впечатление, я бы сказал так, полуксенон. Ну, и самое главное, появились дневные ходовые огни. Да, вы их сейчас видите. Да, ребят, изменился дизайн бампера, но вы видите, сам по себе автомобиль стал гораздо взрослее, изменилась решетка радиатора, теперь, по большому счету, если вы подходите, вот, наверное, вот и смотрите на автомобиль из этой точки сверху, честно говоря, ну, вот... Это с какой, дайте я на нее посмотрю из этой точки, ну-ка, пригнись. Ай, ты ебросок, короче, если вы смотрите. Блин, действительно, из этой точки не пола. Не пола. Ну, ребят, как минимум, Volkswagen Jetta, ну, и с большой натяжкой, понятное дело, да, уже сам посад. Так, тебе поворотники. Да, вот это сама по себе решетка, видите, как много делать. Да, причем, обратите внимание, капот стал более мужественным, но опять за счет изменения рисунков вот этих штампов, которые появились. Давайте, значит, боковину. Значит, помимо боковины появились у нас дополнительные лампы, которые освещают, когда вы поворачиваете руль, да, они включаются. Подсветка в бок. Да, подсветка в бок. Что еще изменилось, Сень? Здесь у нас был на предыдущем поколении повторитель поворотов. Вот он перекочевал сюда. Вот он здесь теперь находится. Видите, какой маленький стал. Кстати говоря, некоторые владельцы этого автомобиля говорят, что изменился и дизайн самих зеркал боковых. Значит, парни, ну и, конечно, самое главное, это задние фонари, потому что нашему человеку по зарез нужно, если у него седан, да еще и, условно говоря, тысяч за 600, да? Да, как минимум. То ему надо, чтобы сзади были диоды, бля. Ему надо, чтобы сзади были диоды. И Volkswagen нашел этот способ. Они сделали такую пластмассу, которая имитирует диоды. Ребята, обратите внимание на огромное количество просто хрома на этом автомобиле. Ну, а в этом случае, с задней точки зрения, этот хром как раз выполняет функциональную роль, потому что он визуально расширяет этот достаточно узкий автомобиль. Тут с одной темой познакомился в живом журнале. Значит, как определяют на... На языком? Да не языком. А чем? На взгляд. Это называется органолептическим. Да нет, на взгляд, премиальность того или иного автомобиля. Наличием вот этой вставки. Хром? Под хром. Ребят, обратите внимание, если на вашей тачке нет этой вставки, значит, это вообще не премиальный автомобиль. Багажник практически не изменился. Те же самые 480 литров. Слушай, у меня такое ощущение, что эти люди, которым нужно хром, если бы технологии позволяли, и член бы хромом своим это самое зарисовали. Премиум. А, кстати, не 480, а 460 литров. Ну что, багажник нормальный. Ну, у Веста багажник больше на 20 литров всего. Да. Так, ну что, теперь нам надо сесть сзади, да, для того, чтобы показать... Ребят, ну, места более чем достаточно. Это несмотря на то, что сам по себе этот автомобиль, если мы опять же будем сравнивать с Ладой Веста, короче, уже и чуть ниже, включая колесную базу. Ну, посмотрите. Не хотелось бы, чтобы дверь пошире открывалась? Не, не, не хотелось, наверное. Посмотри, передняя-то открывается шире. Шире открывается? Шире, чем задняя. Хотя я бы сделал наоборот. Посмотрите, опять. Хром. Опять хром. Слушайте, ну... Сколько? Тысяча на 50 хрома, наверное, правильно? Так, значит, очень быстро находится кнопка открывания капота, вообще не надо пачкать руку. Рычажок. Но интуитивно хочешь, чтобы капот сам взмыл вверх, но, к сожалению, приходится подпирать его, да? А почему вы сами это не сделали? Кого? Ну, это грязно уже. А, грязная работа. Тут уже нужна работа специалистов. Давай, давай, опускай. Да. Ну, и главное изменение, помимо внешности и интерьера, о котором мы расскажем вам чуть позже, коснулись еще и силовых установок моторов. Я очень удивился, очень удивился этому новому движку, да, ну, как условно новому для этого автомобиля. А для концерна... Ну, это наш двигатель, парни. Вы в курсе, что это теперь наш двигатель? Потому что он производится на моторном заводе, который расположен в Калуге, правильно? В Калуге? В Калуге. Нет, а какая... А вот вы не узнали степень локализации? Этого двигателя? Да, именно двигателя. Не знаю. Ну, вот, короче, 110, да, лошадиных сил. Да, это топовый мотор и 90, а теперь нижнее, да? Ну, опять же, ребята, повторюсь, наверное, в который раз, что мы живем в то время, когда само по себе количество лошадей мало о чем говорит. Важна связка с коробкой, здесь шестиступенчатый автомат обычный, да, не и ДСГ стоит. Вот, старенький, но проверенный. И на трассе машина себя ведет очень хорошо. Я скажу так, для 160 км в час ведет себя на дороге очень адекватно. На треке, на треке, на спортивном, на спортивном. Ну, какие нарекания могут быть к старому проверенному мотору? Нарекание только одно, 7,5 литров расхода. Наверное, кому-то хотелось бы 6, но это фантастика. Нет, 7,5 литров при очень динамичной езде с автоматом. В общем, моторы, которые до этого момента, до 15-го года ставились под капот Volkswagen Polo Sedan, 85 лошадиных сил и 105 лошадиных сил, вот, теперь заменены моторами 90-сильным и 110-сильным. Все. Наверное, глобально, если говорить о каких-то изменениях, которые коснулись этого автомобиля, связанных с экстерьером и с мотором, рассказать нам-то больше и нечего. Ну, теперь давайте пройдемте внутрь, и там мы увидим еще больше изменений, например, мульди... Мульди... Мульди-медиа. Мульди-медиа. Мульди-медийную систему. Мульди-медиа. Присаживайте. Мульди-медиа. Друзья мои, конечно, попадая в салон автомобиля Volkswagen Polo, это 16-й год. 15-й, 16-й. 15-й, 16-й год. Ощущение в следующем. Это не Джетта и не Пассад. Нет, нет. В принципе, тут особенно остро понимаешь, что немецкая мода, немецкий дизайн, он, в принципе, рассчитан на армию. В принципе, на оккупационные войска в большей степени, да. Как-то вот работают с формой топором, мне кажется. Ну, давайте так. Квадратиш, практиш, гуд. Ну, это в шоколаде я готов терпеть. Но я понимаю, почему женщинам Volkswagen вообще не нравится. А они не о внешности говорят-то, на самом деле, а как раз о содержании. А содержимое здесь, ребят, но это, извините меня, не 2016-й год. Ну, Веста в данном конкретном случае, несмотря на всю убогость, о которой вы говорите, да, в комментариях к нашим тестам этого автомобиля, все-таки выглядит, как мне кажется, чуть интереснее. Да, во-первых, самый дешевый, жесткий, глянцевый пластик, который есть на рынке, да. Они просят всегда теперь снимать кольцо, когда ясно. А это женщина, которым больно видеть, что вы окольцованы. Больно. Вот. Так вот, мало того, что он, видите, он дешевый, он мерзко стучит, это все фигня. Но главное, что он зеркалит солнце, и это в солнечную погоду или вечером, это и мерочь, и не только эстетическая, да. Значит, что касается... Изменений, давайте. Что касается изменений, то, конечно, самое большое, они просто сказали, о чем мы народу впариваем эти спецрули. Давайте всем делать одинаковые рули в посад, в гольф и даже в поло. И вот этот руль, который приучает человека к хорошему, да. Вот, видите, со скошенным вот здесь. Хорошо, чтобы вы не касались меня, а то я возбудюсь. А потом будут писать, что пошлость в эфире какая-то, да. Так вот. Уже пишут, педики резвятся. Нет, нет, серьезно. Значит, это... Вообще, первые 10 комментариев, а они следующие всегда. Педики резвятся. Это просто бот какой-то работает. Какой? Да. Педобот. Ебот. Так вот, электронный бот. Так вот, ребят, все остальное, к сожалению, очень и очень не весело, а именно скучно, да, и примитивно. И если, например, с магнитолой, опять же, да, ее... Вот этот экран, тач-дисплей, будет доступен только в топовой комплектации. Да, если мы соизмерим этот мультимедиа с рулем, да, здесь есть какие-то отголоски. Но все остальное, вот эти кнопки... А, нет, ну, видите, что они вот эти вставочки сделали под металл. Брат, ну, это все равно скучно. Ну, как скучно? Это классно. Это какая-то даже не Азия. Это чайно. Короче, автомобиль Volkswagen Polo Sedan. Для самых консервативных. Нет, для тех, кто любит перемены снаружи, но не внутрь. Кстати говоря, изменился вот этот дисплей, да, на который выводится основная информация. Это бортовой компьютер. В чем изменился? А он красный был в прошлом, помните, когда... А теперь он вот белый. А теперь вот, да, и больше, я так понимаю, выводится информация, доступно для водителя. Во всем остальном, правда, ну, минимальные изменения. Ну, давайте поработаем с мультимедией, так называемые. Часы, вы видите, это премиум. Они тянутся, но, в принципе, по цене... И не какой-нибудь сраный кварц, а механика. Нет, в принципе, если сравнивать цены на этот автомобиль в топовой комплектации в 16-м году и в 10-м, это уже премиум, парни. Ну, потому что за миллион... Сколько? Ну, в топе? Да. Ну, будет прилично стоить авто. Ну, там 800 будет стоить. Но не лям. Ну, за 800. За 800, да. Ну, вот, посмотрите. Вот, видите? Такой речи звук. Это Петр Фадеев. Да, ну, вот, посмотрите, у нас есть здесь шкала. Ну, минимальное, в общем, количество каких-то опций. Ну, здесь камера заднего вида, да? Какая камера заднего вида? Вот она. Вот она. Нарисована. Кстати говоря, парковочный ассистент и парктроники впереди и сзади, правильно? Значит, убираем. Ну, небывалая история, есть USB. Да, видите, настройки даже есть, есть язык. Я не понимаю, зачем, правда, этот язык... Давайте проверим, есть ли идиш. Нет. Как нет? Все. Слушай, а что так мало языков? Португальский? Потому что, видимо, в Бразилии эта машина еще продается. Нет, нет. Нет? Ну, это голова же, она же может быть... Значит, она, это голова... Для Португалии, Испании и Британии. И все, да. Ну, имеется в виду рынок Соединенных Штатов. Текс-Мекс. Не Португалия, Испания. Как УПК. Не Испания, Димит. Смотри. Это, ты смотри, это Мексика. Мексика, действительно. Слушай, как УПК, что это? Алфавит. Алфавит. А что изменилось? Как УПК. Подожди, не понимаю, что это такое. Пуканы, знаешь, взорвало выражение. Слушай, а что меняется-то? Не очень. Понятно, есть USB. Вот. Ну, минимальное количество настроек. Вот, пожалуйста. У звука есть громкость. Эквалайзер можно и вручную, видите, выбрать. А, пресеты. Пресеты даже есть. Но, в принципе, в принципе, с учетом класса, в котором находится этот автомобиль, все-таки B-класс, да? Нет, давайте так, с ходовыми огнями машина. Сзади псевдодиоды. Сиди, полноценные мультимедиа. Ну, давайте так, псевдодиоды, псевдосалон. Кстати говоря, кондиционер. Кондиционер, ауто. Да. Кондиционер. Это климат-контроль получается, а не кондиционер. Ну, климат-контроль, да, уже получается. Климат-контроль. Все работает. Нет, ну, на самом деле, для людей, которые воспитаны в эстетике именно немецкого автопрома, да? Это что за люди-то такие? Это не наши люди. Ну, кто брал... Кто брал... Германию. Кто брал... Хорошо. Солдат-победитель. Да, да, да. Для них, конечно, это все... Нет, для мужчин это все нормально. Вот женщине, конечно, здесь будет, откровенно говоря, скучно. Она потом после этого сядет в Киа-Рио, да, и скажет, елки, как здесь круто. Как красиво. Или в Солярис какой-нибудь. На худой конец в Весту. Я не понимаю, честно говоря, почему немцы никак не могут понять, что потребителю, блин, в условиях, когда особенно ценой уже порадовать нельзя, потому что при сегодняшних ценах это не радость, это беда. Почему нельзя сделать для потребителя нормальный автомобиль с точки зрения его попсовости? Ребят, а в чем выигрывает, может быть, полоседан у той же Весты, да, или у тех же самых Корезов? Это огромное количество еще всевозможных ниш. Ну, посмотрите, да, большая полуторалитровая бутылка помещается здесь. Вот, покажите бутылку. Вот, покажи, Сень. Магний только пил. Да, пьем магний, разбавленный водой. Сень, покажи, мелковаты зеркала. По сравнению с тем, что предлагает, например, Веста, это в два раза меньше, чем зеркало Веста. И, честно говоря, я не понимаю, опять же, опять же, мы в этом автомобиле не боремся за экономию благодаря аэродинамике, да, какой-то сумасшедшей топлива. Машина и так достаточно экономичная, но я уверен, что это не за счет этих маленьких отвратных зеркал. Пожалуйста, у нас есть подогрев. Двухзонный. У нас есть, смотрите, подогрев нитками лобового стекла. Прекрасно. Да? Не, ну, глобально для этого класса все те опции, которые в свое время стали предлагать корейцы, в качестве некой заманухи для людей, которые выбирают между Пола и Солярисом и Кио Рио, значит, вот, пожалуйста, и эти опции тоже появились. Во всем остальном, ребят, надо так сказать, это, ну, один из самых практичных, да. И если вы посмотрите на все сравнительные тесты, которые делали и наши коллеги, и автомобильные журналисты, и серьезные, и не очень серьезные издания, всегда на первом месте в этих сравнительных тестах автомобилей Б-класса, на первом месте всегда Volkswagen Polo. Но мне кажется, это вот идеальное сочетание, наверное, получилось, да, у немцев. Ну, вот этой простой формы и хорошо стоящего на дороге автомобиля. Самое главное, практичное. Ну, сколько вы не будете залазить под капот этого автомобиля. Нельзя как залазить, брат. А как? Хватит. Лезть, хорошо. Курган Тюбинский. Хорошо. Лезть, лезть под капот, лезть. Лезть под капот своего Volkswagen Polo. Ну, сколько? Говорят, ну, с точки зрения эксплуатации, один из самых самых практичных автомобилей. Все, поехали. Поехали, товарищи. Вот что самое главное, это не то, как автомобиль выглядит. Ребят, запомните. А что еще надо запомнить? Как он едет. Ну, это вы будете говорить на допросе. А людям мы будем намекать. Что еще намекает? И что еще намекает на то, что мы все-таки не в джейте, не в гольфе и не в пассате. Вот видите? Что? Вот я вот. Да. Вот. Что, локти гнутся у вас? Не скрипят? Еще артрита нет? Нет. Артроза. Нет, вот видите? Нам тесновато с Серегой. Кстати говоря, я бы обратил внимание у уже ушедшего Буандерсона и пока остающегося в таляде Стива Матина вот на конструкцию подлокотника. Вот он таким должен быть, ребят. А не тот подлокотник, который вы установили на водительское кресло, который вызывает такое количество вопросов. Чем? Я с вами, Рустам Иванович, абсолютно согласен, что с точки зрения эргономики самое слабое место – это узкий салон, да? Это в автомобиле. Причем почему-то именно в поло узость салона бросается наиболее сильно в глаза. По вот Владе Вести так почему-то вопрос не стоит. Нет, ну Влада Вести банально шире и длиннее. Как ни странно. И у нее, по-моему, кресло немножко ниже. Может быть. Так что ты вот в такой степени не сосредоточен, да, вот на том, что тебе реально некуда девать руки. Вот. На трассе, благодаря длинной базе, машина стоит очень хорошо. Я, честно говоря, чрезвычайно порадовался именно движку, который стоит в этой комплектации. Потому что машина действительно очень резвая, очень приемистая. И опять же радостно, что на хороших скоростях потребление топлива в районе 7,5 литров – это очень и очень экономично. Ну, главный плюс, опять же, если сравнивать с той же Ладой Вестой, ребята, да, потому что, ну, от этого сравнения никуда не уйти. Потому что все-таки это наши автомобили, которые, более того, находятся у нас на длительном тесте. Это, конечно же, трансмиссия автоматическая, да. Вот это самая большая беда. Это самая большая беда. Можно сколько угодно рассказывать потребителю, как так вышло, и кто убил маленькие коробки, да, для малообъемных двигателей автоматические. А вот Volkswagen не убил. Короче, это, наверное, одно из самых главных преимуществ. Помимо того, что автомобиль еще и очень хорошо стоит на дороге. Кстати говоря, то за год, за 2015-е было два рестайлинга. Сначала они изменили внешность и интерьер, а после, значит, под капотом появились два калужских двигателя. Значит, тачка еще стала чуть менее шумной, если мы говорим об ощущениях внутри салона, да, об акустическом комфорте. Правда, они поработали с шумоизоляцией, практически вы не слышите шум двигателя, звук двигателя внутри салона находясь, и это тоже очень большой плюс. Ну и, ребят, то, как этот автомобиль стоит на дороге. Я думаю, именно поэтому этот автомобиль очень долгое время, да, оставался лидером продаж, пока не появились корейцы, вот, которые с точки зрения дизайна, конечно же, выглядят гораздо интереснее. Но тачка эта настроена очень и очень неплохо. Именно поэтому очень многие говорили о том, что Lada Vesta по своим настройкам, да, потому как этот автомобиль стоит на дороге, похоже на Polo. Дело в том, что, понятно, Polo появился первым, потом пошли корейцы, у корейцев был главный минус, это тупые движки. Да. И сейчас Volkswagen надо, к сожалению, провести экстренный рестайлинг салона, именно салона, да, потому что внешне машина, ну, мне кажется, имеет свой стиль, своего потребителя. Короче, вот этот очень невыразительный дизайн будет практичен еще и востребован там в ближайшие 5-7 лет, это точно. Да, но надо поработать с салоном, потому что, вы понимаете, да, покупка недорогого автомобиля, как правило, это история, связанная с принятием семейного решения. Да. А в семейном решении доминирует, как правило, женщина. Если мужик хочет, чтобы в семье одобрили это приобретение в наше непростое время, надо, чтобы тачка понравилась жене. Вот. А она сядет сюда и поймет, что ей в этой машине ездить на эту гребаную дачу, вот, и проводить в ней там, а если ей эту машину купят, так вообще каждый день. А в стране кризис, парни. Человеку хочется за минимальные деньги получить еще, да, и немного праздника. Здесь, к сожалению, к большому, за исключением, опять же, того, что этот автомобиль очень-очень, в который раз уже это повторяем, неплохо стоит на дороге, идеально для B-класса. Так, если сравнить настройки подвески с Lada и Vesta, то, в принципе, надо сказать следующее, Lada Vesta сделана... Не хуже. Более по-немецки, я бы так сказал, более по-немецки, по-континентальной, ну, грубо говоря, по-германски внутри Германии, чем Polo, который все-таки рассчитан на не самые хорошие дорожные условия. То есть подвеска здесь достаточно, ну, более грубо работает, да, более жестко, так сказать, для того, чтобы машина могла эксплуатироваться, ну, и в сельской местности, и черти где. А Vesta, она более такая нежная, интеллигентная и более, так сказать, спортивное управление имеет, да. И вот в который раз, давно мы не были за рулем Volkswagen Polo Sedan, ребята, в который раз убеждают, что немец все-таки, и в отличие от тех же самых корейцев, да, которые тоже совершили этот гигантский скачок за последние там 3-4 года, все-таки он сбит по особенному, да, вот чувствуясь... Крепкая зараза. Крепкая, крепкая зараза. Вот этого ощущения, к сожалению, несмотря на то, что те же самые двери в Polo Sedan, ребят, если вы будете с наружной стороны проминать, они будут тоже, ну, такими достаточно хлипкими, но в целом во всем, вот кузов оставляет ощущение полноценного такого организма. Это называется скручиваемость. Короче, ну вот все у них со скручиваемостью хорошо. Да. Правда, мы очень хотели бы, да, чтобы наш автомобиль был лучшим в этом классе, но если вот эту виртуальную тройку, условно говоря, представить, я бы на первое место однозначно поставил Polo Sedan этой настройки, этой практичность, да, это и, наверное, и минимальные эксплуатационные риски. На второе место я бы, как ни странно, поставил Solaris Rio, да, и самым большим плюсом там будет, наверное, дизайн, да. Не, понимаешь, Иваныч, ты немножко, ты не понимаешь, и вот... А вот на третьем однозначно будет вес. Иван, может быть, второе-третье место она разделит с корицей. Иваныч, понимание, значит, что такое Solaris и Vesta и Polo в автопарке у наших людей. Ты не понимаешь этого немножко. Ты относишься к этой машине как, грубо говоря, самой доступной из линейки Volkswagen, да, которая с твоей точки зрения является машиной на каждый день, да, удобной, экономичной, недорогой в обслуживании, ну, таким поджопником на каждый день. А ты не прав. А ты не прав. Это для человека, который, условно говоря, целится в своих внутренних ориентирах, да, ну, в бюджетах, в представлениях, что, например, твоя машина, это скорее Passat, ну, или, например, Touareg, да, условно говоря, я имею в виду. А к этой машине ты относишься как к утилитарной тачке. А люди, которые эту машину покупают, ты не понимаешь, они относятся наоборот. Этот автомобиль для них мечта, да, мечта. Иностранец. Это мечта, иномарка, да, это решительный прорыв к нормальному европейскому автопрому после советского, так сказать, засилья Жигули, да. И от этой машины человек ждет всего сразу, да. И вот эта как раз грубость и, скажем так, скупость в дизайне, она в этой машине, если тебе не важно, потому что ты в этой машине видишь поджопник, а для человека это все, это уровень, понимаешь. И вот если у нас в одной ценовой категории вот этот вот, как бы грубо говоря, брутал, да, такой очень скупой, а корейцы все-таки яркие. Очень яркие. То я бы на первое место как раз поставил корейцев. Несмотря на, с точки, если мне просто... Нет, если про продажи говорить, ребят, то корейцы объективно на первом месте. Но они просто продают тупо больше автомобилей. Больше автомобилей, чем Volkswagen, больше автомобилей, чем Lada Vesta. Причем, если сложить там какой-нибудь Kia Rio и Solaris, да, которые являются родными братьями, то будут они продавать больше, чем есть ощущение, что продают автоваз, да, включая там какую-нибудь Гранту, ту же Lada Vesta и, может быть, Kalina все вместе взятые автомобили. Ну, представьте объем продаж, там, по 250 тысяч они этих автомобилей в год продают. Это очень хорошее, это очень хорошие цифры. Короче, корейцы нащупали золотую жилу. Дизайн. Дизайн. Они вложились в дизайн и потом подтянули уже, да, всю техническую начинку своих автомобилей. Кстати говоря, я уж не знаю, обратили мы внимание или нет, но в этом автомобиле сзади дисковые тормоза появились. Хотя мы с вами выясняли, что на тех скоростях, на которых эта машина рассчитана для эксплуатации, весь этот вой малообразованной публики о том, что дайте нам дисковые тормоза, все понты. Слушайте, а я тут совсем недавно, буквально вчера познакомился с историей, значит, которая объясняет, почему барабанные тормоза появились на копейке в свое время. Это было связано с жутким скандалом, когда один из главных конструкторов тогда еще завода малолитражных автомобилей, который впоследствии стал АЗЛК, заводом, значит, ленинского комсомола, был в качестве эксперта приглашен в большую делегацию, которая отправилась на подписание контракта с ФИАТом. Он выступил техническим консультантом этого большого проекта, который, в конце концов, реализовался в Тольятти. Да, и мы получили там первый свой автомобиль, отечественную, массовую копейку. И в технической документации, которую он отказался подписывать, значилось, что у первой копейки должны были быть бараба эти, дисковые тормоза. Он сказал, я не подпишу никогда этот документ на производство этого автомобиля на конвейере в Тольятти. Никогда. Его убеждали все партийные чиновники, люди, которые были с ним в самолете. Он сказал, никогда в жизни не поставлю, пока вы не измените этот пункт. Они, в конце концов, изменили. И когда начались первые испытания, всем стало понятно, что с дисковыми задними тормозами эти автомобили просто не выжили в наших условиях. Значит так, в России делать с ними нечего. Да. Хватит фантазировать и мастурбировать на всякие фишки. На дисковые тормоза. Мастурбации нет за рулем. Ну что, нам осталось спросить женщин, что они думают об этом автомобиле. К женщинам. Нет, отлично. Привет, где ты? Мы из Витнама. В Вьетнам. Что ты имел? Михаил. Зуянь. Что? Зуянь. Зуянь? Зуянь? И Михай. Михай? Михай. Михай вообще. Миша, и Зоя хотел сказать. Зачем здесь вы, парни? Я по-русски. Зачем? какой язык бла-бла и выжить пикинг и с дуью я окей гай вы make tv show и баутка вот у и синкет балдиска ду юно вот из-за трейд марк кто прекрасная машина бьютифуль кар вот из марк бренд-бренд кар мерседес орк вот из и мэкседес по вьетами по поводу вообще все пока пока форми как они учатся девочки здрасте телевидение радио израиля ангелина маша машинка ангелина у вас есть автомобиль не к сожалению на в семье когда тебе купят права на какой машине ребята извините тот день девчонки вот можно вас на секундочку мы тестируем сегодня машину пойдемте пойдемте я не знаю узнаете ли вы ее потому что с вашим опытом стойте вот это что за тачка а какой чё за машин у него не загораживаешь ну симпатичный цвет неплохой мне под цвет волос подойдет под образ тоже я думаю что я смотрю что это за модель нет нет сколько эта штука стоит примерно минимум это миллион с чем он сбоку видит так не говорили а вот чё на volkswagen за народ ездит ну вот у вас бмв я знаю что volkswagen это как машин для народа переводится с немецкого но честно на этой молоде а чё замерки учила 9 лет и доченька на мужчинам сону герой штинга сметкин я слушать ты переведи нам он постоянно постоянно говорит эту фразу повторяю так я скажу пожалуйста на что за народ ездит хороший народ и сколько зарабатывать человек который ездит на такой тачке я думаю что может быть работать в какой-нибудь фирме надеюсь крупный в месяц он сколько получает в месяц ну я думаю где-то 300 300 погоди а твои родители если они ездят на бмв сколько зарабатывают в месяц ты из космоса пупсик да маша маша вообще не видела никогда в руках деньги у нее сразу была карточка девчонки девчонки у парня есть шанс склеить познакомиться с девчонкой из этого вуза на такой такой нет вы девочки это понятно нет у нас просто нет у нас есть микрофон и камера вот просто парень на улице да ну чтоб там переспать там что за девочка которая вот на такое поведется завалюха какая попроще это сколько попроще это сколько у вас есть парни есть а сколько твой парень зарабатывает например хотела узнать как его зовут это из шоу шоу киркорова шоу из казахстана слушай а шамлы клар точно вот и она из москвы и у него девчонки а это чего итальянка погоди иди сюда итальянка давай это самое скажи что по-русски означает во фалькуна папа итальянец а реально алименты платил тебе серьезно а у тебя карточка итальянская гражданство татарстан русские в этом городе ты не итальянец вот итальянец глаза итальянские похожи ну кашу из глаза если вынуть наверно там написано made in italy есть да девчонки с вашей точки зрения что такое любовь вот как понять что тебя парень по-настоящему любит а не просто за тобой потому что молодая у тебя карточка он переживает заботится приведи пример как он переживал вот например мой молодой рафаэль да я сейчас больна ты больно надо растутилась я рано сняла шум понимаете пришла на пальто считаешь так лучше отчете за сумка versace что это не штаны с версия ты видишь что приходится делать чтобы быть близким к народу а вот за полторы тысячи рублей еще серега накупил этот имитатор имитатор ничего не работает просто имитатор типа люди думают что круто девчонки а ты что скажешь вот как ты поняла что твой как его зовут любит никита никита передай ему привет никита ты знаешь итальянка никита ты пользуешься ее карточку нет я его пользуюсь как хорошо значит как ты поняла что у тебя действительно любит но он заботится решение например ну какая проблема последняя проблема ну например она заболела это я заболела например я не могу добраться до дома он приехал за мной куда девчонки кола какой вопрос последний вопрос девчонкам на занятия на пару на давайте ну давайте девчонки кто такой баша раз я не знаю я тоже ну все отлично пока все пока давай смотри канал большой тест-драйв на ютюбе большой тест-драйв пока пока пойдем как вас зовут а вас ксения вот это покажи вот эту кула нет а чьё это слушай какой-то американский дизайнер а кто девчонки у вас есть машины какая а у вас сколько тебе было лет когда те первую машину купили а тебе кто купил те машины как сами погоди ты вроде приличная девочка попадал денег правда заработал на мерседес как давай пупсик то просто а как заработать миллион небольшая рубрика в большом тест-драйве а почем был мерседес новый был либо ужный новый ешка цешка 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 ну сколько это два лимона да как минимум как ты заработала два лимона бизнес открыла слой правда чем-то занимают как чё за бизнес вещи вещи оттуда оттуда сюда грамме торгуешь вещами что у тебя глаза зеленые ты посмотри а у тебя непонятно у тебя очки а я такая а тебе родители купили да нет я тоже вещами что за вещь а они может аркутские называют вещами я не понимаю что за магазин или спайсы девчонки девчонки ну короче узнаете вот этот автомобиль с включенным этим аварийкой ну допустим что это за машина вот этот вот коричневый volkswagen не посад не посад правильно какая сейчас я вам скажу молодец а ты знаешь такую машину сколько она стоит с вашей точки зрения вот в самом фарше дороже не бывает 1700 так твоя версия ну миллион наверное правильно молодец девчонки у парня на этой тачке есть возможность с вами познакомиться да да как есть возможность да ладно ну ради чем у тебя есть этот молодой человек а у тебя на чем ездит твой молодой человек на ее мерседесе примерно 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 ну давайте не будем хорошо как зовут тут просто нас девчонки огорошили именем рафаэль нет вот я не буду хорошо хорошо давай про любовь мы еще хотели спросить его скрывался как ты поняла что он тебя по-настоящему любит а вот это вы знаете тоже такой вопрос девчонки говорили что например а он приехал и забрал меня из центра города когда у меня что-то там сломалась машин но я считаю что это не проверка на любой это дерьмо какой проверка на любовь когда у тебя отказала почка после выбитой бутылки водки он тебе отдал свою на время как ты думаешь у нас таких курьезных ситуаций не никогда на эти оси чем если жизнь закрутит так что придется проверить любят или нет что ты будешь делать ну пока еще не проверяла так сказать то есть ни разу не проверял не то есть секс был а проверки ужас хорошо девчонки хорошо девчонки а знаете кто такой баша раз а ты все отлично давай у тебя тоже есть парень блин у всех есть парень да да классно спасибо девчонки спасибо большое или так просто ну идете куда-нибудь или ну прогуливаем все прогуливаете ну ладно спасибо девочке смотри давайте сюда здесь пишем девочки здрасте как вас зовут катя настя девчонки вы близняшки не не точно похоже костюмами девчонки значит учитесь учимся или можно телефончик посмотреть в плане эстетическом смотрите какой видите какой выйти какой телефон держи пупсики девчонки мы делаем программу идите на про машины вот сегодня у вас есть машина у меня мне 17 а тебя не нет машины это же 17 в семье есть же тачки конечно ну какая у папа крузер а у мамы у мамы я не знаю название машины правда я в марках не особо разбираюсь какая дизайнерская машина что-ли бухать или нет не дизайнерская какая-то обычная она черная черная а у тебя во льва черная у родителей на скажу девчонки знаешь что это за машина вот этот вагин какой дешевый дорогой сколько он стоит примерно минимум не знаю скажи для кого это машина для народа для нищих и для кого я всего для состоятельных людей потому что выглядит машина красиво хорошего ну хорошо скажи пожалуйста а у вас есть молодые люди у меня да сколько я сделал а как его зовут евгений у него есть нож собой есть нож так все можно вставать вставать давай иди сюда ты ее молодой человек да а сколько или скажи брат как ты считаешь как ты доказал что ты ее любишь каким своим поступком она поняла что ты его любишь и что можно расклеваться я просто никаким поступками давай как ты вспомнишь вот как он доказал свою любовь как ты поняла вопрос был к жене уже не давай говори не люди не юлия тонна подумаешь их слабохарактерно и вообще тряпка но как добиваться как ты добивался своим отношением к ней матом не ругался да да дарил дарился какие-то подарки символические цветочки а какие она любит цветочки любит вас им правда такая маленькая уже любит розы хорошо брат значит ну и скажи пожалуйста ты собираешься на ней жениться когда исполнится 18 мне хочется чтобы вы были счастливы к исполнится 17 нет хорошо брат давай обними ее при продемонстрирую любовь и молодым молодые вы знаете кто такой баша раса нет короче вы так распугаете всех здесь я так и живу пугает ну все значит мнение девчонок мы узнали женщин теперь осталось подвести итоги нашего сегодняшнего теста итоги следующий значит хочется чтобы volkswagen наконец доделал салон потому что немцы должны понять женщине хочется интерьера они технических характеристик для мужчин это машина абсолютно полноценная правильно немножко узковато но это уже извините меня мы изменить не может пугает в 2016 году на самом деле парни только цены потому что но со всеми скидками этот автомобиль в стоке в базовой комплектации в самый дешевый можно приобрести но за 529 значит в хорошей комплектации эта тачка будет стоить около восьми сотен тысяч рублей но вы представьте да как поди как поднялись цены как поднялись цены за эти буквально там 45 лет правильно так ну а что вас так не угнетает меня что угнетает во-первых надо обратить внимание что здесь бексиноновая оптика в топовой комплектации у нас дисковые тормоза машина нам нравится отличный двигатель прекрасная экономичность прекрасная динамика и по-прежнему скучный для женщин да но в принципе volkswagen наверно думаю так с 800 тысячами в кармане особо не разгуляешься бери что дают давай 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 вот это кайф большой С восьмистами тысячами в кармане особо не разгуляешься. Бери, что дают, сука. Димаса, сука, лучше не запикать, а так примерно замикшовать, чтобы не очень понятно, что сука. Хорошо? Но эмоционально, чтобы было понятно, что сука. Димаса, сука. Димаса, сука. Я был приглашен на премьеру вот этого прекрасного автомобиля. Все это происходило в дорогом отеле, в самом центре Москвы, рядом с ГУМом, с Кремлем. Да, угощали, кормили нещадно. Поили наверняка. Поили наверно, но я за рулем днем, поэтому это меня не касается. Но тогда, конечно, поло, который был сделан, как обещание Владимиру Владимировичу сделать для россиян автомобиль за 400 тысяч рублей, в принципе, все это было сделано. Хотя, конечно, автомобилей по 400 тысяч никто не видел, потому что это галимая комплектация, а такие машины обычно у нас не покупают. Короче, эти автомобили существовали только на бумаге. Да. И вот в новой ситуации произведен очередной рестайлинг, а новая ситуация обусловлена, конечно, выходом на рынок Весты. Да. И, если честно, обозревая автомобиль Волжского автомобильного завода Веста, да, мы постоянно говорили, ну, теперь, наконец-то, придется не сладко и Volkswagen Polo, и корейцам придется не сладко. Но, честно говоря, проведя за рулем этого автомобиля несколько дней, я понял, что они... Не сладко придется Волжскому автомобильному заводу, ребят. Конечно, немцы и все остальные почувствовали, что идет на рынок конкурент и достаточно не слабый. Они подготовились. И они подтянули, ребят, потому что они решили сделать следующее. Они при помощи новых двигателей, да, нового оснащения салона серьезными узлами, да, решили подарить владельцам этого относительно недорогого автомобиля, да, те ощущения, которые, в принципе, сопровождают и владельца, ну, полноценного Volkswagen, да. Вот типа Jetta или Passata B8. Или хотя бы Golf. Итак, Volkswagen Polo Sedan 2015-2016 модельного года в большом тест-драйве. О! Один спортсмids. Субтитры сделал DimaTorzok Значит, друзья мои, понятно, что поло-седан был сделан специально для рынка России. Потому что считается, что у нас люди могут обойтись без гречи, без сосисек, без колбасы. Но, блядь, им надо седан вот позарез. Без седана вообще никак. Чтобы сзади была отдельная задница. Именно поэтому этого автомобиля в этом кузове не существует за пределами Российской Федерации. Ребят, ну на что надо обратить прежде всего внимание, это, конечно, оптика. Потому что оптика у обычного пола, у прежнего, была убогая. А теперь парни в Вольксвагене вспомнили, что самой красивой оптикой, ну, грубо говоря, массового класса являлись, конечно, до недавнего времени, это фары от Гольфа. Седьмого. От седьмого Гольфа, да. Причем использованы лупы и использованы такого типа именно сами лампы, что свет, проходя через эту оптику на дороге, оставляет очень благоприятное впечатление. Я бы сказал так, полуксенон. Ну, и самое главное, появились дневные ходовые огни. Да, вы их сейчас видите. Да, ребят, изменился дизайн бампера, но вы видите, сам по себе автомобиль стал гораздо взрослее. Изменилась решетка радиатора, теперь, по большому счету, если вы подходите, вот, наверное, вот и смотрите на автомобиль из этой точки сверху. Это с какой, дайте я на нее посмотрю из этой точки. Ну-ка, пригнись. Ай, ты ее просто, короче, если вы смотрите. Фольксваген, действительно, из этой точки не пола. Не пола. Ну, ребят, как минимум, Фольксваген джета, ну и с большой натяжкой, понятное дело, да, уже сам посад. Так, поворотники. Да, вот это сама по себе решетка, видите, как ног делать. Да, причем, обратите внимание, капот стал более мужественным, но опять за счет изменения рисунка вот этих штампов, которые появились. Давайте, значит, боковину. Значит, помимо боковины, появились у нас дополнительные лампы, которые освещают, когда вы поворачиваете руль, да, они включаются. Подсветка в бок. Да, подсветка в бок. Что еще изменилось, Сень? Здесь у нас был на предыдущем поколении повторитель поворотов. Вот он перекочевал сюда. Вот он здесь теперь находится. Видите, какой маленький стал. Кстати говоря, некоторые владельцы этого автомобиля говорят, что изменился и дизайн самих зеркал боковых. Значит, парни, ну и, конечно, самое главное, это задние фонари, потому что нашему человеку позарез нужно, если у него седан, да еще и, условно говоря, тысяч за 600, да? Да, как минимум. То ему надо, чтобы сзади были диоды, бля. Ему надо, чтобы сзади были диоды. И Volkswagen нашел этот способ. Они сделали такую пластмасску, которая имитирует диоды. Ребята, обратите внимание на огромное количество просто хрома на этом автомобиле. В этом случае, с задней точки зрения, этот хром как раз выполняет функциональную роль, потому что он визуально расширяет этот достаточно узкий автомобиль. Тут с одной темой познакомился в живом журнале. Значит, как определяют на... На... Языком? Да не языком. А чем? На взгляд. Это называется органолептическим. Нет, на взгляд, премиальность того или иного автомобиля наличием вот этой вставки... Хром? Под хром, ребят. Обратите внимание, если на вашей тачке нет этой вставки, значит, это вообще не премиальный автомобиль. Багажник практически не изменился. Те же самые 480 литров. У меня такое ощущение, что эти люди, которым нужно хром, если бы технологии позволяли, и член бы хромом своим это самое зарисовать. Это премиум. А, кстати, не 480, а 460 литров здесь. Ну что, багажник нормальный. Ну, у Веста багажник больше на 20 литров всего. Да. Так, ну что, теперь нам надо сесть сзади, да, для того, чтобы показать... Я сяду спереди, а вы сзади. Для того, чтобы показать, какое пространство ждет водителя и пассажиров заднего дивана. Вот я сажусь за Серегой. Так. Так. Ребят, ну, места более чем достаточно. И это несмотря на то, что сам по себе этот автомобиль, если мы опять же будем сравнивать с Ладой Веста, короче, уже и чуть ниже, включая колесную базу. Ну, посмотрите. Не хотелось бы, чтобы дверь пошире открывалась? Не, не, не хотелось, наверное. Посмотри, передняя-то открывается шире. Шире открывается. Шире, чем задняя. Хотя я бы сделал наоборот. Посмотрите, опять. Опять хром. Опять хром. Слушайте, ну, сколько? Тысяч на пятьдесят хрома, наверное. Правильно? Так. Значит, очень быстро находится кнопка открывания капота. Вообще не надо пачкать руку. Рычажок. Но интуитивно хочется, чтобы капот сам взмыл вверх. Но, к сожалению, приходится подпирать его, да? А почему вы сами это не сделали? Кого? Ну, это грязно уже. А, грязно. Тут уже нужна работа специалистов. А, вот, давай. Давай, опускай. Ну, и главные изменения, помимо внешности и интерьера, о котором мы расскажем вам чуть позже, коснулись еще и силовых установок моторов. Я очень удивился, очень удивился этому новому движку, да? Ну, как, условно новому для этого автомобиля. Но это наш двигатель, парни. Вы в курсе, что это теперь наш двигатель? Потому что он производится на моторном заводе, который расположен в Калуге. Правильно? В Калуге? В Калуге. Я думаю, что мы живем в то время, когда само по себе количество лошадей мало о чем говорит. Важна связка с коробкой. Здесь шестиступенчатый автомат обычный, да? Не и ДСГ стоит. Вот, старенький, но проверенный. И на трассе машина себя ведет очень хорошо. Я скажу так. Для 160 км в час ведет себя на дороге очень адекватно. На треке, на треке. На треке, на спортивном. На спортивном. Ну, какие нарекания могут быть к старому проверенному мотору? Нарекание только одно. 7,5 литров расхода. Наверное, кому-то хотелось бы 6, но это фантастика. Нет, 7,5 литров при очень динамичной езде с автоматом. В общем, моторы, которые до этого момента, до 15-го года ставились под капот Volkswagen Polo Sedan, 85 лошадиных сил и 105 лошадиных сил, вот, теперь заменены моторами 90-сильным и 110-сильным. Все. Наверное, глобально, если говорить о каких-то изменениях, которые коснулись этого автомобиля, связанных с экстерьером и с мотором, рассказать нам-то больше и нечего. Ну, теперь давайте пройдемте внутрь, и там мы увидим еще больше изменений, например, мульди... Мульди... Мульди-медиа. 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 Присаживайте. Мульди-медиа. Друзья мои, конечно, попадая в салон автомобиля Volkswagen Polo, это 16-й год, 15-й, 16-й. 15-й, 16-й год. Ощущение в следующем. Это не Джетто и не Пассаж. Нет, нет, в принципе, тут особенно остро понимаешь, что немецкая мода, немецкий дизайн, он, в принципе, рассчитан на армию, в принципе, на оккупационные войска в большей степени, да, как-то вот работают с формой топором, мне кажется. Ну, давайте так, квадратишь, практишь, гуд. Ну, это в шоколаде я готов терпеть, но я понимаю, почему женщинам Volkswagen вообще не нравится. А они не о внешности говорят-то на самом деле, а как раз о содержании. А содержимое здесь, ребят, но это, извините меня, не 2016 год. Ну, Веста в данном конкретном случае, несмотря на всю убогость, о которой вы говорите, да, в комментариях к нашим тестам этого автомобиля, все-таки выглядит, как мне кажется, чуть интереснее. Да, во-первых, самый дешевый, жесткий, глянцевый пластик, который есть на рынке, да. Они просят всегда теперь снимать кольцо, как же Веста. А это женщина, которым больно видеть, что вы окольцованы, больно. Вот, так вот, мало того, что он, видите, он дешевый, он мерзко стучит, это все фигня. Но главное, что он зеркалит солнце, и это в солнечную погоду или вечером, это и мелочь, и не только эстетическая, да. Значит, что касается изменений, то, конечно, самое большое. Они просто сказали, о чем мы народу впариваем эти спецрули. Давайте всем делать одинаковые рули в пассат, в гольф и даже в поло. И вот этот руль, который приучает человека к хорошему. Вот, видите, со скошенным вот здесь. Хорошо, чтобы вы не касались меня, а то я возбудюсь. А потом будут писать, что пошлость в эфире какая-то, да. Так вот. Уже пишут, педики резвятся. Нет, нет, серьезно. Значит, это... Вообще, первые 10 комментариев, а они следующие всегда. Педики резвятся. Это просто, я говорю, бот какой-то работает там. Какой? Да. Педобот. Ебот. Так вот, электронный бот. Так вот, ребят, все остальное, к сожалению, очень и очень не весело, а именно скучно, да, и примитивно. И если, например, с магнитолой, опять же, да, ее... Вот этот экран, тач, дисплей, будет доступен только в топовой комплектации. Да, если мы соизмерим этот мультимедиа с рулем, да, здесь есть какие-то отголоски, но все остальное, вот эти кнопки... А, нет, ну, видите, что они вот эти вставочки сделали под металл. Это оно скучно, это все равно скучно, это классно, это какая-то даже не азия, это чайно. Короче, автомобиль Volkswagen Polo Sedan, для самых консервативных, вот. Нет, для тех, кто любит перемены снаружи, но не внутри. Кстати говоря, изменился вот этот дисплей, да, на который выводится основная информация, это бортовой компьютер. В чем изменился? А он красный был в прошлом, помните, когда... А теперь он вот белый. А теперь вот, да, и больше, я так понимаю, выводится информация, доступно для водителя. Во всем остальном, правда, ну, минимальные изменения. Ну, давайте поработаем с мультимедией, так называемой. Часы, видите, это премиум. Они тянутся, но, в принципе, по цене... И не какой-нибудь сраный кварц, а механика. Нет, в принципе, если сравнивать цену на этот автомобиль в топовой комплектации в 2016 году и в 2010, это уже премиум, парни, ну, потому что за миллион... А сколько? Сколько? Ну, в топе? Да. Ну, будет прилично стоить авто. Ну, там 800 будет стоить. Но не лям. Ну, за 800. За 800. Ну, да. Ну, вот, посмотрите. Вот, видите? Такой речи звук. Это Петр Фадеев. Да, ну, вот, посмотрите, у нас есть здесь шкала. Ну, минимальное, в общем, количество каких-то опций. Ну, здесь камера заднего вида, да? Какая камера заднего вида? Вот она. Вот она. Нарисована. Кстати говоря, парковочный ассистент и парктроники и впереди, и сзади. Правильно? Значит, убираем. Ну, небывалая история, есть USB. Да, видите, настройки даже есть, есть язык. Я не понимаю, зачем, правда, этот язык. Давайте проверим, есть ли идиш. Нет. Как нет? Все. Слушай, а что так мало языков? Португальский? Потому что, видимо, в Бразилии эта машина еще продается. Нет, нет. Это голова. Для Португалии, Испании и Британии. И все. И, ну, имеется в виду рынок Соединенных Штатов. Текс-Мекс. Текс-Мекс. Не Португалия, Испания. Не Испания, дебил. Смотри. Это, ты смотри, это Мексика. Мексика, действительно. Слушай, как УПК, что это? Алфавит. Алфавит. А что изменилось? Как УПК. Подожди, не понимаю, что это такое. Пуканы, знаешь, взорвало выражение. Слушай, а что меняется-то? Не очень понятно. Есть USB. Вот. Ну, минимальное количество настроек. Вот, пожалуйста. У звука есть громкость. Да. Эквалайзер можно и вручную, видите, выбрать. А, пресеты. Пресеты даже есть. Но, в принципе, в принципе, с учетом класса, в котором находится этот автомобиль, все-таки B-класс, да? Нет, давайте так, с ходовыми огнями машина. Сзади псевдодиоды. Сиди, полноценные мультимедиа. Ну, давайте так, псевдодиоды, псевдосалон. Да, кстати говоря, кондиционер. Кондиционер, ауто. Да. Кондиционер, это климат-контроль, получается, а не кондиционер. Ну, климат-контроль, да, уже получается. Климат-контроль. Все работает. Нет, ну, на самом деле, для людей, которые воспитаны в эстетике именно немецкого автопрома, да? Это что за люди-то такие? Это не наши люди. Ну, кто брал... Кто брал... Германию. Кто брал... Хорошо. Солдат-победитель. Да, да, да. Для них, конечно, это все... Нет, для мужчин это все нормально. Вот женщине, конечно, здесь будет, откровенно говоря, скучно. Она потом после этого сядет в Киа-Рио, да, и скажет, елки, как здесь круто. Да, красиво, или в Солярис какой-нибудь, на худой конец, в Весту. И я не понимаю, честно говоря, почему немцы никак не могут понять, что потребителю, блин, в условиях, когда особенно ценой уже порадовать нельзя, потому что при сегодняшних ценах это не радость, это беда. Почему нельзя сделать для потребителя нормальный автомобиль с точки зрения его попсовости? Ребят, а в чем выигрывает, может быть, полу-седан у той же Весты, да, или у тех же самых Корезов? Это огромное количество еще всевозможных ниш. Вот посмотрите, да, большая полуторалитровая бутылка помещается здесь. Покажите бутылку. Вот, покажи, Сень. Магний, кто-то пил. Да, пьем магний, разбавленный водой. Сень, покажи, мелковаты зеркала. По сравнению с тем, что предлагает, например, Веста, это в два раза меньше, чем зеркало Веста. И, честно говоря, я не понимаю, опять же, мы в этом автомобиле не боремся за экономию, благодаря аэродинамике, да, какой-то сумасшедшей топлива. Машина и так достаточно экономичная, но я уверен, что это не за счет этих маленьких отвратных зеркал. Пожалуйста, у нас есть подогрев. Двух зон. У нас есть, смотрите, подогрев нитками лобового стекла. Прекрасно. Не, ну, глобально для этого класса все те опции, которые в свое время стали предлагать корейцы, в качестве некой заманухи для людей, которые выбирают между Поло и Солярисом и Кио Рио, значит, вот, пожалуйста, и эти опции тоже появились. Во всем остальном, ребят, надо так сказать, это, ну, один из самых практичных, да, и если вы посмотрите на все сравнительные тесты, которые делали и наши коллеги, и автомобильные журналисты, и серьезные, и не очень серьезные, издания, всегда на первом месте в этих сравнительных тестах автомобилей Б-класса, на первом месте всегда Volkswagen Polo. Ну, мне кажется, это вот идеальное сочетание, наверное, получилось, да, у немцев, ну, вот этой простой формы и хорошо стоящего на дороге автомобиля. Самое главное, практично, ну, сколько вы не будете залазить под капот этого автомобиля. Нельзя, говорит, залазить, брат. А как? Хватит этот курган Тюбинский этот голодный. Хорошо, лезть, лезть под капот, лезть, лезть под капот своего Volkswagen Polo. Лезть, 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 под капот своего Volkswagen Polo. Ну, сколько раз. Говорят, ну, с точки зрения эксплуатации, один из самых, да, самых практичных автомобилей. Все, поехали. Поехали, товарищи. Это самое главное, это не то, как автомобиль выглядит, ребят, запомните. А что еще надо запомнить? Как он едет. Ну, это вы будете говорить на допросе, а людям, людям это мекает. Ну, и что еще намекает на то, что мы все-таки не в джете, не в гольфе и не в пассате. Вот видите? Что? Вот я вот. Да. Вот. Что, локти гнутся у вас? Не скрипят, еще артрита нет? Нет, артроза. Нет, вот видите, нам тесновато с Серегой. Кстати говоря, я бы обратил внимание у уже ушедшего Бу Андерсона, и пока остающегося в таляте Стива Матина вот на конструкцию подлокотника. Вот он таким должен быть, ребят. А не тот подлокотник, который вы установили на водительское кресло, который вызывает такое количество вопросов. Чем? Пловом. Я с вами, Рустам Иванович, абсолютно согласен, что с точки зрения эргономики самое слабое место – это узкий салон. Да, это в автомобиле. Причем, почему-то именно в поло узость салона бросается наиболее сильно в глаза. По вот Владе Вести так почему-то вопрос не стоит. Не, но Владе Вести банально шире и длиннее. Как ни странно. И у него, по-моему, кресло немножко ниже. Может быть. Находится. Так что ты вот в такой степени не сосредоточен, да, вот на том, что тебе реально некуда девать руки. Вот. На трассе, благодаря длинной базе, машина стоит очень хорошо. И я, честно говоря, чрезвычайно...